Всех приветствуем на нашем канале. Мы продолжаем наши обзоры из санатория Заполярье, город Сочи. Ну, показываем вам пляж. Пляж здесь довольно-таки большой, состоит из двух частей, разделён волнорезами. Одна часть, вторая часть. Достаточно лежаков. Есть и зонтики, и навесы. Море в конце сентября тёплое. Да что там сентября? И сейчас в октябре люди купаются. Сейчас температура воды в октябре 24 градуса. У нас отдыхают родители. В санатории мы с Видной и каждый день купаются. Ну, наш рассказ о санатории Заполярье. Мы хотим ещё более подробнее показать вам пляж. До этого мы показывали всю набережную. Поэтому, кто не видел, посмотрите наши предыдущие обзоры, чтобы нам не повторяться. Сейчас мы спускаемся к проходу, к туннелю, к лифту. И здесь же проход на пляж. На пляж вы должны пройти по пропускной системе, то есть приложить карточку. Это туннель, который приведёт вас к лифту. Здесь же на пляже, естественно, есть дамская комната, мужская комната. Есть впереди валочки. Можете помыть ножки. Но все условия туалета и всё чистое. Вот, пожалуйста, здесь можете помыть ножки. Ну, конечно же, есть и душевые. Здесь же есть также лежачки. То есть вы можете и на самом пляже позагорать. Можете позагорать и у бассейна, который вам показывали. Ротонда, очень красивый бассейн. В соснах весь. Ну, либо на пляже. Вот тщательно всё показываем, чтобы вы понимали, что где что находится. Вот, пожалуйста, и тут раздевалочки. Так что очередей нет переодеться. В любое, пожалуйста, время. И вот пропускная система. То есть вы приложили карточку, прошли на пляж. Здесь же вы получаете полотенца в обмен на карточки. В зависимости от того, сколько у вас карточек, столько вы получите полотенца. Ну, а далее мы показываем вам туннель. Здесь отличные фотографии. Вся история Заполярья запечатлена в фотографиях. Ну, и, конечно, Сочи. Старый Сочи, новый Сочи. Вот, посмотрите, это бассейн. Крытый бассейн. Мы туда обязательно с вами сходим. Фотографии прошлых лет. Но для чего показываю туннель? Туннель показываю для того, чтобы вы понимали, как добраться с пляжа, если вы поедете не на машинке. Какие преграды вам надо преодолевать, какие не надо преодолевать. Потому что были вопросы не все, например, с колясками, как им добираться, если они пошли пешком. Поэтому показываю вам подробно дорогу. Идти по этому туннелю довольно-таки комфортно. Здесь также можете обратить внимание, кругом стоят скамеечки. Прохладненько, когда заходите с улицы. И, как сказать, красиво можете посмотреть всю историю санатория Заполярье. В этом году, 16 июля, санаторий Заполярье отметил 67-й день рождения, а также день компании Норникель. Все вы знаете, что это ведомственный санаторий норильчан. Сюда приезжают отдыхать с семьями, отдыхать и лечиться в этот замечательный санаторий. Посмотрите, как выглядел санаторий Заполярье в 1995 году. Сейчас этого корпуса уже нет. Это вот старые фотографии. Ну, а мы с вами поднялись. Показываем вот лифт такой интересный. Сюда проходите и спускаетесь к морю. Либо можете подняться по лестнице. И наверху смотровая площадка. Ну, а мы спускаемся чуть ниже. Здесь тоже отличная смотровая площадка, где можно сделать очень красивые фото. Ну, а природа тут вообще необыкновенная. Посмотрите, какие сосны красивые. И вот вид сверху, со смотровой площадки. Можно прийти, полюбоваться. Здесь же есть скамеечки. Отдохнуть. Подышать свежим морским воздухом. Вот какие высоченные тут сосны. Тут целый дендропарк. Ну, сейчас пройдем. Все постепенно будем с вами смотреть. Территория санатория, а она 16,5 гектаров, обладает вечно зеленым дендрологическим парком с редкими экзотическими и реликтовыми растениями. Ну, вот еще одно местечко, где вы можете посидеть и полюбоваться морем. А перед нами четвертый корпус. Ну, еще раз повернемся и покажем вам, какой тут интересный лифт со смотровой площадкой, на который вы можете подняться и сделать фотографии. Ну, вот мы с вами вышли на главную аллею санатория Заполярье. И перед нами четвертый корпус. Этот корпус с номерами повышенной комфортности. Это люксы, апартаменты, джуниоры. Так что, кого есть возможность, могут приобрести, забронировать именно вот в таком замечательном корпусе, который будет смотреть нам море. Еще в начале 20 века здесь насчитывалось 54 вида разных растений. На сегодняшний день их количество составляет более 200 видов. Все растения на территории санатория заслуживают особого внимания, ведь многие из них занесены в Красную книгу, такие как Сосна Крымская и Иглица Понтийская. Они несут очень важное значение для сохранения натурального облика города-курорта Сочи. На территории очень много видов магнолий. Это очень красивые деревья с прекрасными цветками. Цветут они некоторой весной и осенью. Прогуливаясь по территории, вы можете увидеть различные виды тоже роддендронов, самшито. Ну а весной здесь просто красота. Цветут тюльпаны, розы, ну и, конечно же, пальмы. Территория просто необыкновенная. Все ухожено, пострижено. Есть, как говорится, вам где прогуляться и отключить свои мозги. На территории также есть живность. Скачат белки, есть ёжики и очень много котиков. А также есть, где детский уголок рыбки. Ну а перед нами бутик-отель «Спа-острова». В предыдущем обзоре мы рассказывали вам, какая концепция у этого отеля. Сюда отель этот 4 звезды, санаторий Заполярье у нас 3 звезды, а этот отель, «Спа-отель» 4 звезды. Здесь, конечно, повышенная комфортность, своя территория. Сюда вы можете попасть в «Спа-центр» за отдельную плату. А так номера, конечно, здесь очень дорогие. Ну и вот мы подошли к магазинчикам. У нас здесь не только магазинчики, но и курортные товары, и продуктовый магазинчик. Здесь вы можете купить и квас, и мороженое. В общем, аллея, как бы сказать, у нас шоппинга здесь. Здесь есть и ювелирная продукция. Всё, что продают в Сочи, всё здесь есть. И сувениры, и какая-то бижутерия, и детские сувениры, и салон красоты, и ремонт одежды. То есть здесь у нас город в городе. В санатории Заполярье всё есть. И вот смотрите, вы можете спуститься по ступенькам. То есть у нас дорожки идут ярусами. Вы идёте по одной дороге, можете спуститься, и уже пошли по другой дорожке. Кругом вот эти лавочки. Везде можете посидеть, подышать воздухом. Вот мы подошли опять к магазинчикам. Здесь и бижутерия, и муранское стекло продаётся. Ну, всё, что есть как бы в курортных зонах, магазинах, я говорю, можно не выходить. Всё здесь есть. Купить домой сувениры. Также есть ларёчек, где вы можете купить и специи, и чурчхелу, и какие-то фрукты. Так что всё для вас и для вашего отдыха. Вот эта аллея. Вот отсюда мы идём к морю. И вот мы постепенно-постепенно доходим до ресторана, где мы с вами завтракаем, обедаем, ужинаем. Рядом находится ресторан-бар, который работает у нас в вечернее время. Ну, а мы на главной площади перед рестораном. Ну, а теперь давайте посмотрим, что происходит на этой главной, как я называю, площади вечером. Какая здесь атмосфера, какая проходит детская развлекательная программа, которая начинается полдевятого. И вот все детишки в ожидании. Ещё начало не наступило. Здесь вот, видите, накладывают, но это за дополнительную плату, грим. Все довольные. Кстати, пока играет музыка, можно танцевать и петь. Если знаете слова, вообще здорово будет. У-у-у! Здорово! 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 Раз, стыковка! Два, стыковка! А вокруг планеты Солнце и Луна! А вокруг планеты Солнце и Луна! Попробуй быстрее! Бежим, 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 бежим! Машинку не раздави свою! Я, ракета! Я, я, ракета! Полетела в космос! Полетела в космос! Раз, стыковка! Два, стыковка! А вокруг планеты Солнце и Луна! А вокруг планеты Солнце и Луна! Ещё быстрее! Стретай! Бежим, бежим! Я, ракета! Я, я, ракета! Полетела в космос! Полетела в космос! Раз, стыковка! Два, стыковка! А вокруг планеты Солнце и Луна! А вокруг планеты Солнце и Луна! Ещё быстреееем! Мега-сторец! Пишу, бежит! Кандидатами в атмосферу! Ещё! Я, ракета! Я, я, ракета! Полетела в космос! Полетела в космос! Раз, стыковка! Два, стыковка! А вокруг планеты Солнце и Луна! А вокруг планеты Солнце и Луна! Ещё быстрее! Быстрее! Ещё, бежим! Мужик! Я, я, ракета! Взрослым тоже не приходится скучать. Помимо анимационных программ, в санаторий приезжают различные артисты. И мы не остались в стороне. Мы купили билетики на первый ряд за 1200 на артистов Николая Бандурина и Валерия Пономаренко с программой «Это несерьезно». Спасибо большое. Чтобы жить в своей квартире, миллиона 3 и 4, в банке во взаимах надолго очень много. Легче вам тут гробануть, тоже, правда, срок тянуть, но всего лет семь, а не пожизнят. С Будуна, мой друг Серёжа, на китайца стал похожим. Интересно, на кого-то китайец с Будуна. Ну, на кого-то с Будуна, на кого-то китайца, я, конечно же, не знаю. А вот как-то раз, после такого трёхдневного запоя, просыпается русский богатырь Илья Муромец и старик Хатамыч. И Илья Муромец, так, не открывая глаз, на ощупь находишь Бан с глазом, делает три богатырские глотка, разглаживает окладистую бороду, протягивает Шбан Хатамыч и говорит, на Хатамыч, поплылись. Хатамыч, Грёжман, а где борода? Мы Хатамыч вчера ж чудили. Удалось в ней спинать весь экстрим по-русски, Стал присядку танцевать, а брюки были узкие. Ну, кстати, тем не менее, журналисты порой спрашивают Николая Юрьевича, как вы написали на своем первом письме. Вы знаете, всё очень просто. Когда у меня ещё дочка была маленькая, мы как-то с ней сидели, смотрели фильм, я уже не помню какой, и она мне вдруг задала вопрос, на который я, ну, как-то сразу не нашёлся, что ответить. И вот вечером, уложив её спать, я стал размышлять, как пятилетней девочке объяснить этот термин, это понятие. Собственно, из этих размышлений и получилась моя первая песня. Вечер синий и слят с ненастей, С дочкой потери мы смотрим в кино. Папа, а что называется счастье? Что это значит? Какое я оно? Я не орал, я тучная весна, Как на вопрос мне ответить её, Я для себя его так оставляю, У каждого возраста Счастье своё. Вот я с отцом, на рыбалке зимой, Рыбой вытащилась подо льда, Я не тронулася в шелухой, Счастье не это. Наверное, это Армия, служба, письмо получаю, Матери почерпу, знам без труда, Снова и снова я строчки читаю, Счастье не это. Наверное, да. Свадьба, застои, подарки, бахалы, Горько нам тронко кричит, Помада. Я приживаюсь и кубавлю, ай, Счастье не это. Наверное, да. Вот первый шаг, Вот и первое слово, Папа, колюча твоя борода, Дочку колючу я снова и снова, Счастье не это. Наверное, да. Дочь под рассказы мои засыпаю, Я дьяволу её, Разное счастье в жизни бывает, У каждого возраста Счастье своё.